Самые быстрые, самые сильные, самые выносливые. В Ульяновской области чествовали лучших спортсменов и тренеров. Традиционный спортивный бал собрал около 300 работников отрасли. Среди них не только атлеты и их наставники, но и руководители спортивных школ, председатели Федерации по видам спорта, ветераны спорта и спартакиадного движения. Они подвели итоги уходящего 2017 года. Наши тренеры, наши федерации сохранили свой потенциал и отрасль регулярно сборной команды страны поставляет кандидатов в национальные сборные. Как пример Юрий Шопин. Я думаю, что в ближайшее время мы ее увидим на олимпийских трассах. Юрий Шопин спортивный бал пропустил по уважительной причине. Двукратный победитель лжевской винтовки сейчас готовится к очередному этапу Кубка мира, где будет соревноваться с сильнейшими биатлонистами планеты. Под сайт Шопина в уходящем году выступили многие другие ульяновские спортсмены. Да, у ульяновцев есть результаты, есть на европейском, на международном уровне. Но на мой взгляд, мы заслуживаем большего и лучшего. По крайней мере, я и мои коллеги готовы работать для того, чтобы не удовлетворяться результатами на первенстве чемпионате России, призовыми местами на Европе. Нас должны устраивать только первое место на соревнованиях Европа, Мир и Олимпиада. Первый международный фестиваль национальных видов спорта стран СНГ и фестиваль паралимпийского дзюдо «Гибкий путь к вершине», фестиваль пляжных видов спорта и Кубок России по тэквондо, баскетбольные соревнования «Кэсбаскет» и футбольный кожаный мяч. Ульяновская область в уходящем году была заметной точкой на всероссийской спортивной карте. А в новом году региону доверили проведение еще нескольких крупных состязаний. Среди них чемпионат России по кикбоксингу. В плане развития кикбоксинга в области, в регионе, это тоже будет способствовать большому росту привлечения наших юных и не юных спортсменов к занятиям здорового рода жизни. И все же главными героями новогоднего спортивного балла стали спортсмены. Многим из них вручили удостоверение мастеров спорта международного класса, мастеров спорта России. А Сергею Зайцеву, тренеру восьмикратной чемпионки мира по пауэрлифтингу Наталье Сальниковой, вручили удостоверение и нагрудный знак заслуженного тренера страны. Михаил Сашанский, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.